здравствуйте друзья сегодня наверное хотелось бы поговорить о серии катазетону который включает в себя рот и мармодесы и цикночесы они в принципе отличаются многие спрашивают морковки чем же они отличаются ну например покажу более нагрядно например на этих маленьких морковках вот здесь вот это катазетон чем он отличается он имеет более круглые бульбу он формирует такие более толстые и бульбы как таковые не длинные конечно чем старше он становится тем бульбы вырастают сравним его с цикночесом вот он рядом здесь мы видим бульбы более вытянутой и цикночесы всегда растут вверх то есть у них каждая бульба выходит вот это короче это будет длиннее и длиннее покажу нам более взрослым цикночесе как это выглядит вот взрослый цикночес этот цикночес куперы вот его старая бульба вот новая и на ней мы можем видеть цветонос цикночесы цветут только сверху чем они отличаются от катазетомов то есть созревает бульба и сразу видно будет он свисти или нет чаще всего это происходит когда листья зеленые у катазетомов же наоборот у них цветонос появляется когда созревает молодой рост тут есть у меня катазетом с молодым ростом уберем чуть не упал собственно вот такой вот и вот здесь вот у основания должен появиться цветонос вот здесь или здесь их может появиться два обычно он появляется когда рост вот где то вот такой можно уже увидеть цветонос даже в таком состоянии я еще жду что возможно появиться потому что здесь как набухшая даже вот здесь ну не знаю как он себя поведет коршок достаточно тесты посажен кока чипсы нет вот такую толстеную бульбу пришел он ко мне вот с этими двумя бульбами остальные уже наросло у меня красивый большой это у нас гибрид пилиатум империал на орхид глейд здесь яркий представитель гибридов это тоже цветут уже берут от двух родителей это вот цветонос он появился уже у вызревшие бульбу то есть появляется как у цикночасов вызревает бульба она толстая появляется цветонос это свойственно мармодесом вот они так делают это у нас гибрид будет мармодес на катазетом да и так как это такой гибрид он цветет цветонос выпускает так тоже имеет огромные лопухи я показывала это видео другом сидит в кашпо внизу водичка вот даже корешочки в принципе как вот полу гидропоника дальше у нас мы разобрались чем они отличаются это у нас морковка катазету инкором на тендрага на ты тоже чистый катазету вот здесь он уже созрела у него бульба и бульба не дала цветоносу ну значит она уже и не даст ее будем ждать цветоноса следующего роста когда даст рост тогда и будет он рост и цветонос так она и ляжет спать непроцвевшие здесь у нас автор дабблек веру уже собирается ложиться спать ног для нее она еще молодая цвести поэтому думаю вполне возможно со следующего роста она уже может и зацвести есть такой же товарищ тоже ее брат только автор дак блэк перу то просто блэк перу нет автор дар без плэк или тоже такой же но не суть но в общем они одни такого же размера цветоносов можно сдать только снизу потому что это уже идет фред кларки ара это фред кларки ара включает себя и мармодес и катазету и циточис и клавизио то есть это сложный гибрид вот цветет достаточно красиво у многих он есть черный чаще всего можно купить только в маленьком растении я подешу наверно тоже уже можно найти есть у меня еще такой цикночас хочу рассказать о проблеме цикночаса проблему цикночаса заключается в том что они любят снизу вот отсюда чирать подгнивать что не свойственно катазетам поэтому в период покоя цикночасы не поливают вообще просто содержит их сухие то же самое это тоже созрела бульба листья начинает желтеть но я жду возможно у него вот здесь вот может появиться цветонос еще пока время есть подожду если не появится то будет не поливаться дальше когда-то у меня был большой куст и осталась от него одна бульба мне было очень жалко вот так он начал подгнивать нарастил одну бульбу ну вот это уже третья бульба я надеюсь что это у нас цикночас джамбо паф желтый красивый цикночас ну и собственно по обзору катазетум нам все основные какие-то позиции проблему хода разницы цикночаса катазетума я рассказала ну скажу что катазетумные проще в уходе их зимой можно немножко поливать по краю горшочка проливы ну без фанатизма цикночасы вообще не поливать есть еще клавези их тоже не надо поливать потому что они будут достаточно толстые в коллекции у них нет поэтому показать не могу и мармодесы тоже имеют более толстые бульбы их тоже не следует поливать там достаточно запас питательных веществ чтобы принести период какой спасибо за просмотр